всем привет сегодня мы продолжаем рассказ об оборудовании клаги и сегодня я вам расскажу про электрические проточные водонагреватели серии tex здесь он представлен в коробке здесь вот есть обозначение как его зовут для каких целей он используется главное сказать об этом приборе что он есть двух версий однофазная где мощность выбора 84 или 11 киловатт и трехфазная версия он называется точно также только dex без цифры 12 где идет мощность от 17 до 25 киловатт при подключении на три фазы 380 вольт вот таким образом выглядит сам водонагреватель на лицевой панели прибора видно кнопки управления четыре сенсорных кнопки абсолютно безопасных то есть можно мокрыми руками трогать можно пользоваться 1 и 2 это кнопки запрограммированной температуры то есть его можно запрограммировать на необходимый режим на заводе предустановка 38 и 55 градусов видим дисплей на котором отображается текущее значение температуры и кнопки увеличения уменьшения температуры также случае если какие-то проблемы возникают с прибором на дисплей выводится кода ошибок с помощью которых сервисмен может определить что же произошло с прибором что с ним не так если в квартире есть дети то с помощью клавиш можно установить ограничение температуры для того чтобы исключить возможность ошпаривать сейчас давайте откроем коробку достанем его посмотрим как он выглядит внутри вот мы его открыли сразу достали инструкцию в том числе есть инструкция на русском языке кроме инструкции в приборе идут крепления идет специальная такая уплотнительная шайба с помощью которой можно поставить задней части на корпус и сделать переход для подводки и фитинги ну сейчас откроем прибор я объясню для чего эти фитинги в общем то нужно прибор открывается снимается передняя панель под ней находится винт винт мы уже выкрутили снимается лицевая часть у нас открытый прибор как видно подача воды обратка они скрыты под корпусом для того чтобы была возможность у пользователя выбрать либо поставить открытую подводку то есть подача и обратка подводится снизу или же соответственно подача и обратка подводится и стены также с помощью фитингов можно выбрать подключение либо снизу либо и стены здесь вот видим такой резиновый хобот сюда заводится электрический провод с помощью которого подключается водонагреватель здесь клеммная колодка который подключается прибор модели dex12 3 клеммы трехфазных моделях 4 клеммы соответственно фаза 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 и земля на каждом приборе есть такая наклейка она необходима для того чтобы пользователь прочитал инструкцию здесь на многих языках опять же написано о том что сначала прочитайте инструкцию а в инструкции написано что сначала включите воду и только потом включите питание для прибора это главное как бы требование для подключения этого прибора еще одна важная деталь в приборе возможно переключение мощности это красиво по-английски называется multi power system mps система позволяет во время монтажа установить различную предельную мощность водонагревателя что касается конструкции подачи воды блок электронный обратите внимание что микросхема скрыта под кожухом чтобы ничего не вдруг не попало чтобы нигде ничего не случайно не зацепить что-то не переключить или подключить не так вода попадает в прибор стоит датчик температуры стоит датчик протока который в зависимости от протока изменяют мощность главная отличительная особенность прибора с электронным управлением что он позволяет экономить электроэнергию воду за счет чего он дает электроэнергии то есть забирает электроэнергии ровно столько сколько необходимо зависимости от протока то есть нету положения вкл или выкл он плавно регулирует мощности Это как бы плюс, но за это, соответственно, стоит заплатить. Колба. Колба выполнена из жаропрочного фторопласта, из армированного пластика. Слово «пластик» не очень хорошее, но тем не менее. Здесь находятся спиральные нагревательные элементы, которые не боятся накипи за счёт того, что температура поверхности нагревательного элемента, поверхности этой спирали, незначительно выше, нежели чем температура воды, протекающей через этот блок. Ну и, соответственно, дальше идёт выход из прибора. В случае перегрева прибор выключится. В случае падения давления прибор выключится. На дисплее прибора рядом с индикацией температуры загорается точка, что прибор в данном случае нагреть больше воды, чем человек пропускает, через него не может. В общем-то и всё об этом приборе, если коротко. Исплуатация этого прибора возможна в квартирах, где есть необходимая мощность, в частных домах, ну и, конечно же, в коммерческом применении. Спасибо. Следите за нашими эфирами. До свидания.